Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на новый ролик по обзору техники War Thunder Mobile И сегодня благодаря опросу в моем телеграмм канале, кстати подписывайтесь, ссылочка будет в описании Там и новости по тундре и также другими играм, новости из реальной жизни и многое другое А также там есть чатик, в котором вы можете прекрасно провести время Ссылочка в общем-то будет в описании В общем-то, по результатам опроса на тему какой сетап следующий обозревать Вы выбрали пятый ранг взвод FV4202 И собственно, что сегодня будет, мы сейчас и узнаем Всем приятного аппетита, кто кушает и приятного просмотра В этом видео мы рассмотрим британский средний танк FV4202 с его стабилизатором Узнаем, каково есть с корабельным орудием по суше Полюбуемся на прекраснейший тортик и рассмотрим эффективность птуров на RATAL 20 А также подведем итоги по этому взводу В самом начале прокачки взвода вы получите британский средний танк FV4202 Который очень красив внешне Но поможет ли ему эта красота в эффективности в бою? Начнем с бронирования Лоб и борта корпуса защищены бронеплитами толщиной в 51 мм А корма корпуса защищена бронелистом толщиной всего лишь 31 мм Бронирование башни же здесь намного серьезнее Лоб башни защищен аж на целых 240 мм Но не стоит обольшаться, ведь эти 240 мм находятся лишь рядом с орудием танка А оставшаяся часть лба башни имеет броню толщиной от 60 до 200 мм Благодаря скосам во лбу башни Борты корма башни имеют броню толщиной в 90 мм Также в бортах башни и корпуса имеются экраны толщиной примерно в 6 мм Которые неплохо защищают танк от осколков и кумулятивных снарядов Бронирование FV-4202 довольно сложное С одной стороны у нас есть крепкая башня, от которой могут отскакивать большинство снарядов противника А с другой стороны мы имеем слабое бронирование в корпусе танка К тому же еще и боеукладка находится рядом с нижней лобовой деталью Примечательно то, что FV-4202 имеет дымовые гранаты Что дает нам возможность в экстремальных ситуациях спрятаться или же отступать под дымовой завесой Подвижность По заявленным характеристикам в ангаре FV-4202 имеет максимальную скорость вперед в 32 км в час А назад 5 км в час Но на деле же танк едет вперед с максимальной скоростью 35 км в час Если учесть имеющее бронирование, то можно прямо сказать, что у нашего танка ходовые характеристики крайне печальны Вооружение В качестве основного вооружения на FV-4202 установлена 84-мм пушка Ordnans QF-20 Pounder MK-1 Господи, кто такие названия придумал? Язык можно сломать Это орудие имеет двухплоскостной стабилизатор, что дает нам возможность точнее стрелять по противнику, находясь в движении Также орудие имеет углы вертикальной наводки в минус 10 градусов вниз и 20 градусов вверх Что является хорошим показателем Орудие же в свою очередь перезаряжается за 7,5 секунд, что довольно хорошо Снаряды На выбор мы имеем три типа снарядов Первый тип снаряда – это бронебойный снаряд с бронебойным наконечником и баллистическим колпачком SHOT MK-1, который имеет бронепробитие в 230 мм Второй тип снаряда – это бронебойный подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном, который имеет бронепробитие в 280 мм И третий тип снаряда – это осколочно-фугасный снаряд с пробитием 15 мм и наличием 1130-грамовой взрывчатки Лично я рекомендую брать два типа снарядов. Как основной снаряд берите подкалиберный снаряд. Он будет эффективен в самом начале игры, так как зачастую в основном будут ехать тяжело бронированные танки. А вторым снарядом берите Шот МК-1. Он будет идеален для уничтожения слабобронированной техники, а также уничтожения техники в борта корпуса. В качестве пулеметного вооружения у нас имеется спаренный пулемет Л3А1 с бронепробитием в 10 мм, который расположен в башне танка. Как играть? Лучше всего этот танк проявляет себя, если вы играете от рельефа, ведь у нас по сути есть для этого все. И хорошо защищенная башня, и хорошие углы вертикальной наводки в минус 10 градусов. А также мы можем закрыть благодаря рельефу свои уязвимые части корпуса. На пятом уровне прокачки сетапа вам откроется британская самоходная артиллерийская установка FV4005, которая забрала себе звание самой мощной и крупнокалиберной танковой пушки War Thunder Mobile. Начнем с бронирования. Лоб корпуса защищен броней толщиной 76 мм, борт корпуса 51 мм, а корма корпуса 38 мм. Лобовая, кормовая и бортовая части башни защищены броней толщиной в 14 мм. Если же простыми словами, то броня FV4005 это коробка, сделанная из фольги и имеющая огромные габариты. Единственный плюс такой брони можно назвать лишь то, что из-за тонкой брони большинство снарядов противника не взводятся, благодаря огромному пространству в башне. Также в бортах башни находится боеукладка, из-за чего попав в нее, вы гарантированно взорветесь. В совокупности со всем этим о выживаемости FV4005 можно сказать так. Это рулетка удачи, и все зависит от противника, точнее куда он выстрелит. Подвижность. По заявленным характеристикам в ангаре, у нашего танка максимальная скорость вперед составляет 28 км в час, а назад 10 км в час. Но на деле же FV4005 едет вперед с максимальной скоростью в 30 км в час, а назад 11 км в час. Не сказать, что эти характеристики хороши, но и не сказать, что они плохи. При нашей массе танков 60 тонн. Вооружение. На вооружении у нас стоит 183-мм пушка Орднанск ЮФЛ4А1 с боекомплектом на 12 снарядов и перезарядкой в целых 30 секунд. Углы вертикальной наводки у танка неплохие. Минус 7 градусов вниз и плюс 15 градусов вверх. Также у FV4005 башня неполного вращения и поворачивается всего на 45 градусов. Снаряды. В нашем распоряжении имеется всего один тип снаряд. Это бронебойно-фугасный снаряд с пробитием в 230 мм и наличием тротила массой почти 22 кг, что делает этот танк крайне опасным для противника. Как играть? FV4005 создана для уничтожения крепких противников, укрываясь за спинами союзников. Также из-за огромных габаритов FV4005 будет тяжело найти безопасное укрытие. В основном же эта техника создана для веселья, чтобы просто расслабиться и пощекотать нервишки противников. На 10 уровне прокачки сетапа вам откроется британский тяжелый штурмовой танк Тортоис или же просто Тортик. Начнем с бронирования. Бронирование у Тортоиса довольно хорошее. Лоб корпуса защищен броней толщиной в 170 мм. Борт и корма корпуса по 110 мм. Рубка танка защищена броней толщиной 152 мм. Борта рубки также защищены броней толщиной 152 мм. А корма 110 мм. Из уязвимых зон черепахи можно отнести пулеметную башенку на крышу, а также нижнюю лобовую деталь. Еще Тортик имеет дымовые гранаты, благодаря которым его выживаемость в боях увеличивается. Да, уехать вы конечно в укрытие не сможете из-за плохой подвижности, зато помешаете противнику выцеливать ваши уязвимые места танка. Подвижность. Стоит отметить, что у Тортоиза установлена реверсивная коробка передач, что дает возможность двигаться вперед и назад с одинаковой максимальной скоростью. По заявленным характеристикам в ангаре, максимальная скорость вперед и назад равна 19 км в час. Но на деле же, этот гигант двигается вперед и назад со скоростью в 21 км в час. Вперед танк едет хоть и медленно, зато скорости заднего хода позавидуют многие другие танки 5 ранга. Вооружение. На вооружении у Тортоиза стоит противотанковое 94-мм орудие, которое расположено посередине лобовой части рубки и перезаряжается за 8,5 секунд. Также в качестве пулеметного вооружения установлена пулеметная башенка с двумя пулеметами Бесса. Как играть. По своей сути, это классический истребитель танков второй линии. Этот танк отлично подходит как для обороны стратегических точек, так и для прорыва вместе с союзниками. Стоит отметить, что в начале боя вам нужно правильно выбрать направление, потому что в случае необходимости быстро поменять фланг у вас не получится из-за низкой подвижности. На 15-м уровне прокачки сетапа вам откроется южноафриканская боевая машина пехоты. Рейтл 20. Начнем с бронирования. Особой брони у БМП нет, как и подобает легкой технике. Лоб корпуса защищен броней толщиной в 20 мм. Борт и корма корпуса по 10 мм. Бронирование башни же во лбу Бартахи Кормека леблется от 10 до 12 мм. Подвижность. По заявленным характеристикам в ангаре, Рейтл должен ехать вперед с максимальной скоростью 105 км в час, а назад 18 км в час. Однако в бою мне удалось развить скорость вперед до 51 км в час, а назад 20 км в час. Также стоит отметить, что Рейтл 20 очень трудно поворачивается, что затрудняет делать резкие маневры, а порой делать это практически невозможно. Вооружение. На вооружении у нас стоит 20-мм автопушка GL-2. Стоит отметить, что лучше всего стоит загружать бронебойную ленту. Она отлично подойдет для уничтожения легких бронированных целей. В качестве основного орудия следует применять птуровую установку Милан, у которой пробитие составляет около 530 мм, а скорость полета ракеты составляет 20 метров в секунду. Как играть. На этом танке лучше играть от третьей линии, прикрываясь спинами союзников. Также Рейтл 20 неплохо проявляет себя в городских боях за счет наличия птуров. В целом эта БМП довольно неплоха, но все портит ее большой угол разворота, из-за чего лично у меня довольно часто горела пятая точка. Как итог о этом взводе можно сказать следующее. Сетап довольно хороший, в нем имеется ряд сильных машин, а также и фаналов. Конечно не все игроки раскроют потенциал этого взвода, зато многие уверен сумеют развлечься играя на этом взводе. А в профессиональных руках этот сетап способен творить ужасающие вещи. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал те, кто до сих пор это не сделал, пишите крутые комментарии, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на мой телеграм канал, ссылочка будет в описании. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok